Эксперты в Америке, Европе и Азии не на шутку встревожены. Торговое партнерство между двумя крупнейшими экономиками мира, США и Китаем, перерастает в торговое соперничество. Официальный Пекин винит в этом администрацию Трампа и пытается выставить себя защитником международных интересов. По нашему мнению, торговая война никогда не решает проблемы. Китай никогда не будет начинать торговую войну первым. Но если какая-либо страна прибегает к повышению пошлин, тогда Китай предпримет ответные шаги, чтобы защитить интересы китайской экономики, авторитет и эффективность ВТО, так же, как и систему многонациональной торговли. Сперва Белый дом ввел пошлины на импортные металлы, 10% на алюминий и 25% на сталь. Администрация Трампа сделала это с целью улучшить условия производства для американских индустриальных компаний. По словам президента Трампа, увеличение прибыли компаний подстегнет создание рабочих мест в национальной промышленности. Однако ответные меры не заставили себя ждать. Канада ввела в отношении США аналогичные пошлины, а Евросоюз обложил акцизом такие знаковые американские товары, как мотоциклы, бурбон и апельсиновый сок, на сумму почти в 3 миллиарда долларов. Еще масштабнее – обоюдные американо-китайские пошлины, которые вступили в силу 6 июля. Сейчас их объем составляет 34 миллиарда долларов. Но президент США пригрозил, что пошлинами могут быть обложены товары из КНР на астрономическую сумму – 500 миллиардов долларов. Это равняется годовому импорту из КНР в Соединенные Штаты. Пекин грозит в ответ ввести 25-процентные пошлины на автомобили и сельскохозяйственную продукцию из США. Вслед за этим обязательно пострадает и вся мировая экономика, так как две трети ее приходится на глобальные торговые сети. Эффект от этих мер уже чувствуется. Компании не уверены, стоит ли продолжать инвестиции. Рынки начинают дергаться. Некоторые цены пошли вверх. По мере эскалации этот эффект будет только усиливаться и ударить по рабочим местам и экономическому росту в странах, вовлеченных в этот процесс. Побочные экономические толчки будут ощущаться по всему миру. Одновременно падение внутреннего и зарубежного спроса на американскую продукцию может привести к снижению прибыли и сокращению рабочих мест. Например, США экспортируют соевых бобов больше, чем кто-либо в мире. Потеря такого крупного клиента, как Китай, может стать для соевой индустрии фатальной. Вступление России в торговое противостояние с Соединенными Штатами тоже усилит, пусть и не так значительно, напряжение на американскую экономику. Всего лишь 10-процентная пошлина на товары из США, сообщает центр Pictet Asset Management, может вызвать снижение инвестиций американских компаний в Китае и других странах. А это потенциально грозит спадом на фондовом рынке, торможением экономического роста и новой глобальной рецессией. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время Америка. Вашингтон.